Меня зовут Каспар. Каспар, очень приятно. Денис это фамилия. А, Денис это фамилия. Нет, Денис. Денис. Денис, очень приятно, Каспар, Денис. А меня Алина зовут, я звоню вам по вашей регистрации. Да. Вы оставили контактные данные свои, интересуетесь заработком на финансовом рынке, верно? Да, верно все. Я звоню вас с целью ознакомиться с тем необходимой информацией по поводу работы и помочь с активацией вашего торгового счета. Хорошо? Да, хорошо. Удобно говорить? Да, конечно. Давайте с вами немножечко познакомимся. Задам вам несколько вопросов, если вы не против. Нет. Уточните, пожалуйста, сколько полных лет вам? Мне 28. 28. Вы ранее работали на финансовом рынке? Нет. Имеете опыт в этой сфере? Нет. Не торговали. Как давно интересуетесь этой сферой? Немножечко уже имеете какие-то знания и понимаете, как можно зарабатывать? Полгода интересуюсь. Ну так, что-то да, в общем, представляю. Представляете? Рассматриваете это как дополнительный заработок или основной? Как дополнительный. И еще где-то работаете? Да, конечно. Ага. Сами в какой сфере, чем вы знаете? Покупаем материнские платы, мобильные телефоны, выпаиваем оттуда золото, платину. Делаете новый и продаете? Нет, сдаем металлолом, как бы, платину, и золото выпаивается, и продается потом. Я, ага, я поняла, поняла. Хорошо. Как вы, если рассматриваете это как дополнительный заработок, в принципе, вы, в общем, сколько могли бы времени уделять для этого? Часа два в день. Есть. Все, отлично. Хорошо. Смотрите, в общем, расскажу, как вы можете работать здесь, что для этого нужно, хорошо? Да. Смотрите, мы работаем на международном рынке, на котором вы имеете возможность зарабатывать на разницу в цене путем торговли, да? Ну да, это я как бы в курсе. Да. Есть активы разные. Это, в примере, и валюта, и криптовалюта, и золото, нефть, газ, этой акции крупных мировых компаний, в примерах, такие как Google, Tesla, Amazon, Apple и так далее. Активов очень много, да, цена на эти активы, она меняется постоянно, что вам позволяет зарабатывать на этом движении. Если интересуетесь, представление имеете, в принципе, понимаете. Ну да, да. В принципе, продать дороже, разница есть в вашей заработке. Мы брокер, который выводит вас на финансовый рынок, обязательно предоставляем вам все необходимые инструменты для работы. У вас есть также обучение и у вас есть сопровождение. У вас есть личный помощник в этой сфере, это ваш персональный менеджер, который работает с вами вместе, предоставляет вам полностью аналитику, обзор рынка, дает практические советы по открытию сделок, то есть рассказывает, на чем вам выгодно поторговать здесь и сейчас, а вы уже принимаете решение, да, куда хотите инвестировать, на каком активе открыть сделку, понимая, что вы на этом можете получить. Возможность заработка зависит напрямую от ваших возможностей, по сути, да, как бы, чем больше на вашем балансе, тем больше вы можете заработать. У вас какие-то определенные цели есть, на что вы хотите заработать денег? Ну, дом, наверное, купить. Дом стараетесь для этого? Ну, да. Я поняла. Но все равно, сколько вы хотели бы зарабатывать в месяц? Чем больше, тем лучше. Ну, чем больше, чем... Ну, а у вас как на работе? Стабильная зарплата? Да, конечно. Или тоже каждый месяц, чем больше, тем лучше, нет? Нет, ну, как... Ну, когда, скажем так, ну, один месяц больше, другой месяц меньше. Угу, тоже, как бы, почти что торговля, да, как бы, это не бывает такой стабильности. В зависимости, сколько материнских плат там купили, сколько выпурили. Вы не сами работаете, да, вы как бы сами на себя, но у вас есть, наверное, еще, да, кто с вами этим занимается? Ну, да, да, конечно. Я поняла, хорошо. Смотрите, что вам нужно для того, чтобы работать здесь? Вам нужно активировать ваш торговый счет, да, по сути, и начать торговать. Для работы вам нужен банковская карта и выход в интернет. Работать можете с телефоном или с компьютером, не имеет значения. Для того, чтобы вы активировали свой счет, вам нужна банковская карта, с которой вы пополняете свой счет, туда же вы сможете выводить свои деньги. Вы с каким банком сотрудничаете? С Citadel. Citadel, да? Да. Это у вас виза или мастер-карта? Виза. Карта визы, я поняла. Смотрите, вы можете задавать мне вопросы еще, как, походу, вас интересует, в принципе, чтобы мы разбирались. Я бы хотел узнать насчет специалиста, ну, вот, насколько он там опытен, ну, не будет так, что там прогореть можно хорошо. Ну, в его интересах, именно поэтому вы получаете, как бы, не просто человека, а специалиста, да, который с огромным опытом работает в торговле на финансовом рынке, потому что именно он разбирается, как вы можете здесь заработать, на чем торговать, и представляет вам эти, как бы, советы и знания, потому что в его интересах делать так, чтобы вы зарабатывали и развивали свой счет. Потому что он имеет комиссию свою от вашей торговли. Нет, ну, это, как бы, ну, все, все понятно, но он, как бы, ну, если вы не будете зарабатывать, кому интересно так же здесь, да? Нет, это понятно, но он-то не своими деньгами рискует, а, как бы сказать, чужими. Ну, хорошо, ну, что значит, подождите, а если есть у вас платформа, программа, да, все инструменты, и есть обучение, и менеджер тратит свое время, вы придете, потеряете деньги, как бы, ну, рискует, менеджер, он же не играется, это же не игра, как бы, да, есть аналитика, отталкивает, есть новости, события, отталкивать от этого мы можем понимать, в каком направлении двигается цена на той или иной актив, в каком направлении нужно открыть сделку. Это не угадывается, да, как бы, не тыкаете пальцем в небо. Вот и все, тем более, менеджеры, которые... А вот какого-нибудь демо-счета нету, типа, как бы, ну, попробуй сначала со специалистом, как бы, ну, на демо-счете, как бы... Ну, вы будете учиться, вы изначально, после активации счета. Да. Я перевожу вас уже к персональному менеджеру, да, активации счета у вас еще ни к чему, в принципе, не обязывать. Вы получаете какое-то базовое обучение. Потом, если вы готовы, уже приступаете на практике, применяете это все, открываете сделки, тем более небольшие, для начала, да, небольшими объемами смотрите, что у вас получается, какой результат. Это все контролируете у себя в личном кабинете на своем счету. Ваш торговый счет, это такой же счет, как и в банковском. Вот, у ваша есть карта, да, виза. То есть, вам там есть деньги, вы понимаете, сколько... Вы понимаете, что это ваши деньги, счет открыт. На ваше имя вы сами управляете этими деньгами. Или они лежат, или вы перекидываете их кому-то, или снимаете, правильно? Точно так же есть, это ваш счет, в любой момент вы можете зайти в свой личный кабинет, если вам понадобилась необходимая сумма, вы можете снять. И, в общем, если вы пообщались с менеджером, получили обучение, и что-то даже вас не устраивает, вы можете вывести свои деньги, не начиная еще торговлю, не начиная работать. Просто для того, чтобы уже видеть и платформу, программу, обучение, и с вами связался менеджер, вам нужно активировать свой торговый счет. Сама активация счета, это как с одного кармана в другой вы переложили. Открываете счет в долларах или в евро, после этого вы уже клиент компании, и, соответственно, вы получаете уже дополнительную информацию. То есть у вас как бы демо-счета такого нету, да? Ну, демо-счет. Смотрите, вы хотите сейчас со мной поговорить, чтобы я вам скинула демо-счет, он есть. Нет, я просто не интересуюсь, что, значит, поговорить. Да, 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 смотрите, да, вы просто видите, как бы будете видеть платформу уже только тогда, когда вы после активации вашего торгового счета. А что вам нужно для этого сделать? взять, зайти в личный кабинет, взять свою карту и пополнить свой торговый счет. Вот и все. Если вы даже торгуя неделю вторую, можете посмотреть, насколько вам подходит это. В принципе, вы сюда пришли зарабатывать деньги, правильно? Ну, да, конечно. В наших интересах сделать так, чтобы вы зарабатывали как можно больше. И вы зарабатываете, вы зарабатываете компания. Чем больше торгуете вы, тем больше получит менеджер даже тот, да, комиссии от вашего товарооборота. Соответственно, вы без опыта работы самостоятельно здесь разбираться не будете, потому что вы можете наделать ошибок, а это будет неинтересно и не вам, и не нам. То есть, как бы, чтобы воспользоваться демо-счетом, надо пополнить сначала реальные деньги? Вы пополняете свой торговый счет? Нет, ну я понимаю, но как бы вот, ну, без пополнения реального счета, как бы, демо-счетом не воспользовался, да? Еще раз. Ну вот, ну, как бы, я хотел бы попробовать изначально на демо-счете. То есть, пока я не пополню... Да, вам нужно для этого активировать свой торговый счет, да? Ну, я же говорю, что пока я не пополню реальный счет, типа, демо-счетом я не могу воспользоваться. Я правильно же говорю? Вы прошли регистрацию, да. Я вам говорю, что вам нужно для того, чтобы вы могли здесь начать работу, да, и потихонечку, как бы, смотреть, как вы можете здесь зарабатывать деньги. Угу. Вам есть, у вас есть два формата работы. Это ручная торговля, когда вы самостоятельно, вручную открываете сделки, да, там, уделяя минут 30-40 свободного времени в день. Работая с персональным менеджером в паре. Есть и второй формат работы. Это, имея пассивную возможность заработка, вы подключаете просто программу, простыми словами, робота, да, который работает полностью самостоятельно, анализирует рынок и самостоятельно открывает сделку. Угу. Какой формат работы подходит больше вам? Вы решаете, вы подбираете для себя, как бы, вы. И уже, если это ручная торговля, вы с менеджером более уже работаете в этом направлении. Угу. Если это автоматическая торговля, вас интересует более пассивная возможность заработка. Менеджер помогает вам настроить, подключить все, вот и все. Если все нравится, все подходит, вы можете параллельно получать обучение. То есть все это у вас есть. Да, да, да. Насколько вы хотите, что вы хотите получить от сотрудничества с нами и насколько вы хотите в этом развиваться? Доход, доход. Ну, так у вас есть, за этим вы сюда и пришли. Да, да. Вы можете изначально попробовать торговать себе через программу. Угу. Вот и все. Там не нужно особо знаний, да, для начала, потому что программа делает все самостоятельно. Не, 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 я хотел бы изначально вообще, ну, попробовать на демо-счете, как бы, ну, посмотреть, что за специалист такой, ну, проверить, как бы, вот, знание, как бы, ну, зачем мне сразу рисковать своими деньгами. Если вы не рискуете своими деньгами, вы пришли сюда зарабатывать деньги. Не, ну, если это не дано счет, то я рискую. Почему вы рискуете? Менеджер у вас для того, чтобы минимизировать все ваши риски. Если бы вы пришли сюда самостоятельно работать, без опыта работы, вы бы рисковали. Да. Понимаете? Менеджер именно для того, чтобы минимизировать все ваши риски и сделать так, чтобы вы не теряли свои деньги, а могли заработать с этих денег. Даже если вы, вы можете, смотрите, вы можете начать работать с минимума. Вы можете открыть свой счет с минимальной суммой. Угу. И работать уже с этими деньгами. Если вы пополняете свой счет на минимальную сумму, минимальная сумма это 250 долларов, и работая с этой суммой, в первый месяц наши клиенты, это статистика, это не вы какой-то особенный, да, наши клиенты выходят на 400-500-600 долларов дополнительно, только с минимальной суммой 250. С помощью персонального менеджера. Даже и дальше, если вы не вывозите деньги, пускаете в работу, работаете уже с большим капиталом, с большим объемом, соответственно, заработать вы можете больше. Угу. Как это работает? Чем больше на вашем счету для торговли денег, тем больше вы можете и заработать. Угу. Вот и все. Если вы пришли как новичок, вам нужно с чего-то начинать. У вас есть обучение, у вас есть сопровождение, у вас есть все для того, чтобы здесь зарабатывать деньги. Это, да, инвестиции. Финансовые рынки подразумевают под собой инвестиции. Ну да, да. Это такая же работа, да, вы здесь не тратите много времени, не уделяете много времени, но здесь работают ваши деньги. Угу. То есть, чтобы начать работу, вам нужно сделать первый шаг. Вы выполняете свой счет, с вами связывается менеджер, и уже все дополнительные вопросы. Полностью видя программу, уже платформу. А вы давно интересуетесь этой серии? Я же говорю, где-то полгода. Полгода интересуетесь и никак не приступите, а что вам мешает постоянно? Ну вот, не нашел подходящего брокера. Что что? Брокера подходящего не нашел. То есть, вы перебираете, как бы, да? Ну, да, смотрю. А по каким критериям вы подбираете для себя брокера? Честность. Честность? Ну, конечно. Ну, это, наверное, самое главное, наверное, чтобы брокер был честный. Ну, хорошо, так вы проверяете брокера на честность. По разным критериям. Вы понимаете, что это вы себе можете, как бы, придумывать это все? Пока вы не попробуете, пока вы не выведете свои первые деньги, как бы, себе же, на свой счет, вы никак это не проверите. Вы себе просто будете сомневаться и... Да нет, много вариантов, как проверить, честный брокер или нет. Хорошо, сейчас, может быть, есть какие-то вопросы именно ко мне. Задавайте, пожалуйста. Хорошо, чтобы мы просто не теряли время, а понимали, что вы говорили о работе. Вы где находитесь? Я вам звоню из Болгарии, город София. Понятно. Значит, страна Евросоюза. Правильно? Вас это смущает? Нет, это как раз-таки нормально. Лицензия... Мы работаем по ее брокерам. Лицензия у вас есть брокерская? Болгарская? Почему должна быть болгарская лицензия? Ну, раз вы находитесь в Болгарии, у вас должна быть лицензия брокера в Болгарии. То, что мы находимся в Болгарии, у нас не означает, что это... Хорошо, какой... Мы работаем по всей Европе. Хорошо, какой страны Евросоюза у вас есть лицензия брокера? Что? Ну, какой страны Евросоюза у вас есть лицензия брокера? Компания зарегистрирована в Доминикане. Да, это не Евросоюз Доминикана. В Евросоюзе вы где зарегистрированы? Вы каждый день так общаетесь с брокерами? Я нормально спрашиваю. По закону Евросоюза брокерская компания должна иметь регистрацию в стране Евросоюза. Каждый год обновлять свою лицензию. И что? Как что? А вы мне говорите про Доминиканы. А что вам помогает именно наличие лицензии? А то, что это брокер, а не шахрайская контора. Хорошо, вы полгода интересуетесь этой сферой. Ну да. Полгода интересуетесь этой сферой, и вы просто кроме того, что трепаетесь по телефону, ничего не делаете больше. Почему? Я вот смотрю, шахрайская контора это или реальный брокер. Что? Ну я смотрю, это шахрайская конторка какая-то или реальный брокер. Где? Что где? Какая конторка? Шахрайская конторка? Где? Что где? Ну, я спрашиваю, про какую вы сейчас контору говорите? Про разные там, Максимаркет, еще что-то. Подождите секунду, мне надо ответить на звонок. Подождите секунду, подождите секунду, сейчас я отвечу на звонок. Блин, ну да, я не могу. Алло, перезвоните минут через 10, пожалуйста, я сейчас очень занят. Спасибо. Алло. Да. Да. Я слушаю вас. Это я вас слушаю. А, я говорю, лицензия брокера у вас есть в Евросоюзе? Мы на стадии получения лицензии. Прикольно. Лицензия вам... Ну да. Ладно, хорошо, на стадии. Допустим, регистрация компании, номер регистрации компании вообще есть у вас? Да, вы можете... В Евросоюзе, не в Доминикане. Но вот вы мне, видите, звоните из Болгарии. Вы из дома звоните? Да, из дома, из подвала звоню вам. Опа, прикольно. Я вам звоню из офиса. Из офиса. Вам отправить? Да, вам отправить полностью адрес. Нет, мне адрес не нужен никакой. Чтобы снять офис, надо, чтобы компания была зарегистрирована в Болгарии. Ну, понимаете? Или это тоже на стадии? Каспарс, вот вы покупаете свои материнские платы и сдаёте где-то? Сколько вы получаете на этом? Скажите, пожалуйста. Ну, в районе тысячи, тысяча двести. Тысяча? Тысяча? Долларов? Евро. Евро? Ну да. Что, ха? Хорошо, Каспарс. Хорошо. Здесь вы сколько хотите зарабатывать? Ну, так я ж говорю, чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Да, много денег не бывает. Так когда вы просто перестанете вести пустые разговоры? А, то есть, если я спрашиваю, если я у работника какой-то фильма спрашиваю, у вас есть ли регистрация в этой стране, это тупой разговор, да? Так я же вам сказала, где есть регистрация и где вы находитеся. Ну, Доминикана это не Евросоюз. Ну, меня интересует регистрация в Евросоюзе. А вы меня услышали или что? Так как мне вам нарисовать сейчас где-то в разговоре эту регистрацию или лицензию? Ну, а где она у вас есть, эта регистрация? Нету, правильно? Ну, регистрация фирмы. Вы мне сказали, что у вас лицензия там в стадии рассмотрения. И что? Ну да, правильно. А вы знаете, как получается лицензия? Ее нужно заработать. И мы работаем... Прежде чем получить вот эту лицензию, надо, чтобы фирма была зарегистрирована. Что вы рассказываете? А, вы не знаете, да? Мы, в принципе, да. Вы в этом, как бы, ну, вы работали в этой сфере? Нет? Какая разница? В какой сфере? Любая фирма должна быть зарегистрирована. Как она зарегистрирована? Замечательно. Она зарегистрирована. В Евросоюзе она должна быть зарегистрирована. Серьезно? А если мы работаем по всему миру? А как вы снимете... Слушайте, а как вы снимете офис без фирмы? Ну, вы как частное лицо? Без вашего разрешения это сделали, Каспарк. Что? Как-то без вашего разрешения это получилось, не нужно было с вами советоваться в этом. Да. Ну, вы, значит, Шахра из Украины. Да. А вы откуда с вами? С Латвии. С Латвии? А я сама, да. Я сама родом из Украины. Ну, вы там и находитесь сейчас. А в каком городе? Я вам звоню... Что, в каком городе? Ну, в каком городе вы в Украине находитесь? Я вам говорю, в Болгарии, в городе София. Ну, перестаньте. Зачем вы меня обманываете, а? А зачем вы тратите мое время сейчас? Вот 19 минут на линии. Так это мало. Я с одним разговаривал 2,5 часа. Ну, я ему, правда, потом перевел 2,60. Ну, на чай с печенькой, ну... Я еще вам могу перевезти. Хотите? Мне? На чай с печенькой, да. Мне вы не можете перевезти. Почему? Потому что у вас денег нет. Потому что вы проверяете, как не на лицензии, то еще на что-то. Ну, правильно. Но это нормальные вопросы. Потому что вы тратите свое время. Вы не занимаетесь сейчас своими материнскими платами, которые покупаете и продаете. Вы сейчас тратите свое время и мое время. Не разбираясь совершенно в сфере, которая есть для вас как бы в общем. А вы стараетесь предоставлять информацию свою умную. Никому не нужную. Сколько вам лет? Больше, чем вам, Каспар. Больше, да? Ну, больше, чем мне. Я думаю, что вряд ли. Ну, так вот, я вам могу сказать, чтобы какая-либо фирма была, ее надо зарегистрировать. Когда фирма регистрируется, в любом государстве, она получает номер регистрации. Ну, я с вами не буду сейчас разговаривать два с половиной часа. Почему? Говорю вам наперед. А сколько вы получаете за два с половиной часа? Вот, по честному. Я хочу, что вам рассказать. А что это? Коммерческая тайна, что ли? Что значит больше, чем я? Не больше. Зарабатываю я больше. Конечно, больше. Ну, сколько? Ну, больше я зарабатываю. Ну, сколько больше? Сколько это больше? Еще какие вопросы будут? Больше. Больше? Раза четыре больше, чем вы, да. С какого вы украинского города мне звоните? Что? И если бы работали в компании с нами, тоже бы... Да перестаньте. Вы шахрай. Вам деньги вводишь, и обратно вы не выводите. Все. Это шахрай. Возьмите, пополните свой счет и проверьте это. Зачем вы разбираете с пустыми словами? Вы что, больная, что ли? Я знаю, что вы подбираете выражение. Я знаю, что вы активируете свой счет, можете снять свои деньги. Да вы что? Потому что у вас есть гарантия вывода. Да, да. Какая гарантия? У вас нет ни регистрации, ничего, ни лицензии. Какая гарантия? Ну, вы что? Вы сходите к доктору? Вы здесь можете зарабатывать деньги. К доктору сходите. И скажите, если у вас не хватает ни опыта, а вот давайте вы мне просто поверите на слово, что я здоровая. А он мне скажет, нет, мне надо сделать вам обследование. Но я сейчас не могу вот вам поверить на слово, что вы здоровая. Ну, так вот, поэтому я сейчас делаю обследование, ваша... Последний вопрос. Вы с какой целью проходите регистрацию? Что значит, найти брокера нормального, честного? Вы прожили регистрацию. Ну, я ж говорю. Найти честного брокера. Не шахрайскую контору, которая находится в Украине, а честного брокера. И что дальше? Что дальше торговаться? по каким критериям вы подбираете брокера я же нормально вроде бы должна быть европейская регистрация фирмы и европейская на трубке трепаетесь и больше ничего не делает дурочка нет а вам хуёвого дня хуёвого дня вам хуёвого дня хуёвого дня а вы будете сидеть в тюрьме я не каспар да это пофиг я жгу 44 ну а вы вот смотрите трубку не кладете потому что вы не можете положить у вас такая штука что вы не должны класть 1 я знаю это тоже я занимаюсь вашими шахрайскими дохуёвого дня самого плохого